все покрылось льдом всем привет дамы и господа мы находимся в доме в деревне и сегодня мы будем делать этот дом чуточку безопаснее просто так я стою у электрощитка сегодня по плану у нас установка реле напряжения как вы можете помнить осенью я установил вот этот щиток собственной разработки так скажем собственного производства и сегодня мы будем его модернизировать к слову сейчас реле здесь установлена но самое простое максимально дешевая в общем и так что к вышел на тот момент я считаю что дорого поэтому реле было куплено из принципа просто чтобы было но сейчас мы это исправим кроме глазка о том что она функционирует там нет вообще ничего а хотелось бы чтобы собственно реле напряжения показывал еще и напряжение а здесь у нас реле аж с тремя экранами и будет показывать не только напряжение единственное но так просто установить его не получится так как реле трехконтактный у меня четырех то есть она разрывает фазу она сюда идет просто для питания в общем надо снимать щит и смотреть что к чему вот обратите внимание включаю и задержку включения здесь уже не изменить я даже если честно не знаю значение ждем военный городок до сих пор без света местные жители все еще ждут и верят что электричество дадут продолжаем ждать вот свет нам дали в общем возможно уже можно работать ну то есть вот я выключил рубильник и уже могу в принципе то есть питание нет нигде кроме как на входе вот она фаза в общем в принципе уже можно работать но я но я перестрахуюсь и пойду выключу еще один рубильник на улице и вы будьте внимательны и всегда отключайте в одной автомат если у вас есть у меня фактически их два непосредственно у счетчика и щитки отключу к я оба от греха подальше я забыл что раскручивать то его и не надо можно снять решеточку вот это дом обесточен теперь все обесточено окончательно вводной автомат отрублен сделал импровизированный фонарь со второго телефона вот он я снимаю здесь просто нужно отщелкнуть и потянуть вверх провода короткие и не дают вытащить поэтому поэтому придется отсоединять контакты рюшка демонтирована успешно осталось разобраться что к чему как было раньше фаза шла на рюху на нее же шел ноль и с нее же все расключалось по узоркам ноль в новом реле нужен только для питания поэтому он заходит на реле и пошел дальше по узоркам как-то так навешиваем реле на динрейку чтобы установить нужно просто отжать защелку такое ощущение что всем компонентам сто лет слишком уж свежо смотрится новое реле на самом деле это просто серый пластик не обращать внимание собственно что дальше спросите вы а дальше присоединяем 0 фазу на вход реле а потом делаем перемычку максимально раскручиваем особенно нулевую клемму сюда нам предстоит впихнуть два провода так фазный провод подключен дело за нулем самое прикольное что это реле есть журнал аварии то есть лучше каких-то экстренных отключений я хотя бы смогу об этом узнать они как уже бывало приезжаешь все работает на батареи почему-то чуть теплый ответ простой видимо ночью выключали свет и не работал циркуляционный насос котел горячий все работает но батарея остывшая отопление работал но не работал насос первые секции 17 градусов остальные 15 но она ледяная мне нужно сейчас вытащить нулевой провод потому что он длинный шел с нижнего контакта наверх так вот надо его изъять и укоротить пожалуй сразу прикрутим фазный проводник давайте покажу поближе нулевой провод пока не трогаем фаза приходит и на нагрузку пошла вот собственно показывается и разрыв 0 здесь нужен я повторюсь только для питания а значит мы будем делать ну грубо говоря вот так для этого нужно снять вот эти изоляторы укоротить нулевой провод и обжать его а вот собственно остатки от моей сборки счета все делал дом в квартире так скажем вот здесь и перемычки остались пара автоматов даже как от шины в общем неважно мне нужен наконечник и было бы неплохо найти кусачки снимаю изоляцию но отжимаем теперь все готово ну и собственно все можно производить окончательную сборку а нет извините готово ну и действовать нужно поаккуратней чтобы все было более менее красиво протянуть контакты не можно считать это дело завершенным так смотрите как это выглядит ну собственно так же как и перемычки на ушках то есть вот она идет п-образная перемычка так и здесь у нас фаза 0 но не проходит насквозь а пошел дальше ну что можно запускать и тестить что у нас получилось и работает ли она вообще так момент истины надеюсь не сгорю полетели в дом так реле щелкнуло 231 вольт ого а теперь смотрим скорость срабатывания этого реле после отключения вот я отключил все загорелся экран раз два три и срабатывает очень быстро 10 лет гарантии представляете надеюсь послужит можно закрывать щит крышкой установил все легко без каких-либо изменений ну да из длинного провода я сделал перемычку нулевую ну красота я уж пока не снимаю и так весь ящик заляпал монтажной пены очень хорошо смотрится и в глаза особо не бросается ну во первых это красиво скажу я вам а с функциями еще предстоит разобраться здесь конечно кучи и пределы можно настроить и задержку отключения хорошая штука пока возился заморозил весь дом я тут и так держу минималку 12 градусов обычно как приезжая вроде недолго ставил но блин врубил котел на всю насос на третью скорость все равно холодно уже ноги начали замерзать надо что-нибудь выпить для сугреву пить к сожалению придется тоже из банки ваше здоровье кипяток а после трудов праведных можно и мангальчик разжечь надо крылышек пожарить а тут тем временем можно видеть просадку меньше 230 первый раз такое а а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok